Итак, друзья, всем доброго времени суток. Всех приветствую в нашем канале Криптозомби. Друзья, в данном видеоролике я хотел бы с вами поговорить о проекте ZK-Sync. Я сразу хочу сказать, что вы ничего нового не услышите. Я лишь хочу высказать свои мысли касаемо данного проекта. Что я сделал, какой объем, количество транзакций, протоколы и так далее. Это первое. Второе. Я хочу показать, что я сделаю в связи с тем, что сейчас во всех пабликах и так далее обсуждение о том, что был снапшот, о том, что нужно такое-то количество объема, столько денег держать, да, то есть куча-куча-куча всего и люди, ну, как бы это неудивительно, потому что люди гадают, пытаются, да, попасть, чтобы 100% наверняка попасть под раздачу. И, в общем, я хочу вам просто показать, что я сделал и что я планирую сделать. Не больше, не меньше, поэтому еще раз повторюсь. Что-то там супер новое, какое-то необычное, вы не услышите. Если мне неинтересно, то, ну, как бы, можете не смотреть. Я покажу, расскажу, ну, а вы уже принимаете решение, делать вам или не делать данный проект, потому что я считаю, что пока еще не поздно. В общем, друзья, максимально коротко, быстро и по факту обо всем расскажу и покажу. Поехали! Друзья, перед началом видеоролика я бы хотел у вас спросить. Вы хотите действительно начать зарабатывать и разбираться в криптоинвестициях? Если ваш ответ – да, то максимально настойчиво рекомендую вам перейти в телеграм-канал по ссылке в описании. Там вы найдете всю самую важную цену и актуальную информацию. Для каждого есть выбор тематики, в которой можно начать зарабатывать. А самое главное, что вся информация абсолютно бесплатна. Перестаньте отдавать свои деньги инфо-цыганам, скамерам и мошенникам. Начинайте учиться, развиваться и зарабатывать прямо сейчас. Ссылка в описании под видео. Так, друзья. Ну, вообще, The K-Sync, я думаю, он в представлении абсолютно не нуждается. Вы все прекрасно его знаете. И давайте я вам объясню, почему я же все-таки... Вообще, вы знаете, да, что я человек, который редко там что-то делает. К сожалению, не попал. То есть, смотрите, StarkNet я начал крутить. У меня был и баланс, и объем, и все было хорошо. Но я сделал это уже после снэпшота. И как бы, ну, все равно обидно, когда ты участвуешь, но не получил. Полихедро, то же самое. Крутил что-то там, и пант ментил, и пересылал с разных сетей. И сделал БСК-раздачу, да, от Binance, если помните. Я показывал там по 14 токенов, да, или сколько? Немного, но все равно. И, короче, меня тоже там побрили. Я не получил никакой раздачи. Ну, Cyber я не беру в расчет, да, потому что это отдельно. Не получил. И самый прикол, что я же делал, да, просто, ну, я делал так на забитом. И когда, вы знаете, одна раздача прошла, ты не получил. Вторая раздача прошла, ты не получил. Но ты их реально делал. Пускай там где-то специально, где-то не специально, я решил за кассинг не пропускать. Ну, то есть, ни в коем случае. И вот сейчас, если вы видели, во многих пабликах шилится, что есть у нас некоторые критерии. Это объем, транзакции, протоколы и баланс. И вот давайте я покажу, что есть у меня на кошельке. Я еще раз хочу сказать, специально я ни разу ничего не сделал. Я как-то начал полгода назад делать, бриджанулся официального моста, отдал комиссию очень много, и мне стало жалко, и я забил, и реально больше ничего не делал. Смотрите, я буду вам показывать на примере Рину, да, но чекеров этих много, там, Копилот, Говнелот. Ой, короче, люди, которые занимаются этим, я думаю, знают лучше меня. Мне хватает просто вот Рина, он показывает там объем на транзакции. Давайте я покажу, что у меня есть и что я планирую делать дальше. Короче, ну, ссылку на Рина я вам обзоры, в принципе, делал. Вот здесь открываем кнопку трекер, закосинкира, и смотрим, что у меня есть на кошельке. Объем 6,6 тысяч, транзакции 158, последняя транзакция 2 часа, протокол 41, да. То есть, и вот здесь видно, какие, в принципе, протоколы, что я использовал, где отмечался. Теперь давайте я вам расскажу, еще раз повторюсь, да. Учитывая, что последние все дропы я не попал, меня стало это обижать, и я решил закосинк все-таки не просеровать, нет, а нужно сделать. Если я все равно не попаду, будет обидно чуть-чуть. Если попаду, будет супер. Значит, первое, что я хочу сделать, это объем свыше 10 тысяч. У меня не будет объема там 50, 100 тысяч, нет, я не буду делать. 10 тысяч долларов объема, я думаю, будет более чем достаточно. Количество транзакций 158, я думаю, тоже этого достаточно. Касаемо теперь лично баланса, давайте я открою сейчас, вот он у меня, закосинк эра. У меня баланс 21 доллар, это небольшой. Все говорят, что минимум нужно холдить 0.01 эфира. Причем, что важно, друзья, что холдить нужно и в сети закосинк, и в сети майонета эфириума, да. Поэтому сегодня, ну, как вы знаете, я там уже поднял немножко, сегодня я сюда додепну, пускай у меня будет там, короче, баксов по 60, и в сети закосинк, и в сети майонета я буду держать. Пускай валяются, если не просят, все, пускай валяется этот эфир. Значит, что я буду делать, друзья? Первое, конечно же, я добью объем 10 тысяч себе докручу, и причем сделаю это сегодня, завтра, послезавтра. Второе, сделаю балансы. Третье, также еще нужно будет зацепить несколько каких-либо протоколов. Ну, то есть это свапалки всевозможные, менты NFT там какие-нибудь, и бриджи. Я использовал Ирина, использовал сову, использовал и зуми. Ну, короче, все вот эти основные у меня, в принципе, были использованы. Также вот здесь мы можем открыть менты NFT, закосинк эра, и тоже поминтить там какие-то NFT. Я не знаю, они сыграют нам какую-то 2 доллара, кстати, да, ну ничего. Они сыграют нам какую-то пользу, там, суперкрутую или не сыграть, я не знаю. Но лишнее, лишним активность данной не будет, потому что, ну, может насыпать. И касаемо теперь сроков, учитывая, что, знаете, сейчас вот говорят, вот как это принято, ну, короче, гадаю, да, был снапшот, не был снапшот, когда будет раздача. И, друзья, на самом деле, сложно гадать, и никто не знает, если вам кто-то говорит, что я провел там ресерч, и вот решил, что вот будет так и так, это полная лажа. Потому что, на самом деле, никто не знает, был снапшот или не был снапшота. Вот все, что я сейчас делаю, я отдаю себе отчет и риски о том, что, возможно, это все происходит и зря. И я опять пропущу одну из раздач, так скажем, тир 1 проекта. Потому что, друзья, вы понимаете, что даже на один аккаунт, на один аккаунт может насыпать несколько тысяч долларов. А я вам напоминаю, что самый прикол, что все вот это, что я делал у меня на кошельке, я делал не для получения какого-то, да, там, дропа, а просто так сложилась работа. Где-то там в каком-то проекте нужно было сбриджить, и я бриджил за кассинг эра, потому что комиссия небольшая. А Zero Land, к примеру, там надо было, я там депл несколько тысяч там держал, да, и вот оно само по себе просто приходилось использовать данную сеть, да, то есть данный протокол, данный проект вообще. И поэтому выполнилась какая-то задача. И вот сейчас ее не получить, ну, это, наверное, будет глупо. Поэтому я буду доделывать. Касаемо, если вот есть вопрос такого плана, что я вообще никогда ничего не делал, стоит мне начинать или не стоит, друзья, я еще раз вам повторюсь, это полный Диор. Если есть лишние бабки, да, ну, там, к примеру, потратить на комиссию, хотя относительно в за кассинг эра комиссии-то небольшие, плюс половина комиссии всегда возвращается вам на баланс, да, то, возможно, да, почему и нет. Ну, потратите вы долларов, ну, не получите, ну, ничего страшного. В следующий раз будете делать раньше, потому что будет фома. Я сделаю. То есть вот то, что я сказал, я сделаю. Какие-то там супер использовать миллиард протоколов, холдить какие-нибудь там капсулы, вот эти NFT, которые стоят бешеных бабок. Я не буду ничего этого делать и тратить на это бабки я не буду. Я сделаю вот эту базу. Если я попаду под роб, я буду очень счастлив. Если я не попаду, ну, будет немножко обидно. Вот и все, друзья. Как-то, ну, вот, как-то вот такого плана я решил сделать. Вот у меня объем. Ну, конечно, да, небольшое количество транзакций, небольшое. Ну, 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 можно доделать. Конечно, можно доделать, получить. Единственное, кстати, по протоколам я еще обязательно куплю на Element Market, куплю на Blurie, куплю на OpenSea, а на OpenSea не куплю кошелек в бане. Короче, еще на каком-нибудь куплю, чтобы было просто NFT. Не буду покупать какие-то специальные там NFT для проекта, либо от проекта за косинкой. Нет, я куплю просто банальную херню за пару долларов в самом дорогом случае. Просто так я куплю и пускай валяется на кошельке. Просто для того, чтобы была какая-то активность. В общем, смотрите, из того, что я сейчас планирую потратить и сюда депнуть, у меня уйдет на комиссии, на NFT и так далее, я думаю, еще, ну, долларов 50. Я думаю, что долларов 50, это я взял уже прям максимум, чтобы и объем набить и сделать. Получим, не получим, скоро узнаем. Но я думаю, что раздача будет до лета. И я думаю, мое личное мнение, еще раз вам говорю, это не финсовет и так далее, что снэпшота еще не было. В общем, друзья, как-то так показал, рассказал. Ну, в ближайшее время увидим все-таки, попал я под проект, ну, то есть, получу я раздачу или не получу. Кто делал, какие у вас объемы транзакций протоколы, пишите в комментариях, мне будет интересно почитать, кто как вообще делал данную активность. В общем, друзья, на этом у меня все. Всех обнял, приподнял. Всем спасибо, всем профита, всем пока. Пока.